Посмотрите вот на все эти полки. Здесь еще что-то есть, а вот это все разобрано. Оттуда начинается, петля идет. Они создали вакцину от коронавируса. Друзья, всем привет! 13 марта, пятница, пятница 13. У нас снег пошел, ночью будет мороз сильный. Вов, сколько мороз будет ночью, обещают? Минус 7, минус 8 мороза. 13 марта. Почкам хана, наверное, тюльпанчикам нашим, возможно, тоже. Друзья, всем привет! Привет! Мы купили новый ковер! Никита так его держит. Пап, привет! Привет, мам! Привет всем! Лизочка, поздоруйся со зрителями. Привет! Ты можешь вот так? Так, короче, попали сегодня на крутую распродажу. Этот ковер был 70% скидка. Мы сначала думали, что это натуральный мех. Потом получше рассмотрели, все-таки это искусственный. И мы не знаем, куда мы его. Естественно, здесь он маленький. Короче, мы его купили за 30 долларов. А, там еще палка в нем какая-то. Черт моя, черт моя. Слушай, ну это больше одеяло. Моя! 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 Сейчас они разлетятся в разные стороны. Теперь ничья. Теперь это папина. Слушай, ну это точно не ковер. Смотрите, она как шкурка замшевая. Ой, боже, без тебя бьет только. Куда будем его стелить? Соня? Мам, мам, он у меня есть. Вы же его быстро убьете. У Сони он там полежит хоть чуть-чуть. Пожалуйста! Эли рак написано. Да? Поэтому это ковер. Короче, он стоил 100 долларов. Мы его купили за 30. Не смогли не купить. Было бы побольше, можно было бы несколько купить всем в комнате. На общем, как кошка, мам. Да, как кошка. Такой мягкий. Мягкий кошка. Мы сначала действительно думали, что он настоящий мех. Смотрите, как выглядит. Это еще ковер. Ковер. Никита говорит, ковер. Это кисен ковер. Кисен ковер будет. А нам где тут спать? Так, пока все валяются, мы начинаем делиться новостями. Во-первых, что у нас происходит? Коронавирус. Да, коронавирус. Он уже давно происходит. У нас наконец-то объявили карантин с 17 марта до 24 апреля пока что. А еще нам сказали, что не будет экзаменов в этом году. Тестов. Тестировать совсем не будут в конце года. Можно тест уже сдать. Как засчитают по прежним оценкам и все? Просто не будут тестировать и все. Оставят год вот так, как есть. Никитина учительница вчера успела передать. А эти у остальных детей, учителя, ничего не успели передать. У Никиты кучу заданий она дала. Все, что нужно делать за этот месяц. То, что они бы учили в школе. То есть он будет сам дома учиться. Ну, у Никиты легко, что там. Он это за неделю выучит все. То, что нужно было месяц учить. Так, и вот такое письмо передала учительница родителям. И представляете, она написала первое предложение. Дорогие семьи, я никогда не думала, что буду писать это письмо. То есть, или как это сказать? Сроду не думала, что буду писать подобное письмо. Вот так вот первое предложение. На тот момент она еще не знала, что будут на карантин закрыты уже так скоро. А вдруг это одеяло? Что это делают? В общем-то, учительница пишет, что она дала кучу заданий, что нужно учить. Вот тут написано. По часам, по дням. Типа задания учебные. Еще написала, что детям не надо все время сеять за компьютерами, за телефонами, за гаджетами. Посоветовала сходить в библиотеку набрать книг. Посоветовала в долларовом магазине накупить разных игр вам. И плюс учеба. А каких игр? А там всякие пазлы, там какие-то игры всякие. Крестики, нолики они у вас уже есть. Я хочу крестики, нолики и еще пазл. Потому что я хочу ABC с пазлами, точнее алфавит пазл. Вот он уже взялся за гаджет, за своего лунтика. Никита, ты скоро в вупселе превратишься с этим лунтиком. Гляньте на Котю. Тихо, тихо. Может она будет? Что она хочет сделать? Хватит, Никита. О, Котя, тихо, есть руки. Слушайте, оставьте ей, что она будет делать мне интересного. Котя, ты уже своим мамонным не влезешь туда. Давай, попробуй. Нет, не надо ее заставлять, только если она захочет. Ну, я просто показываю. Она и так без тебя уже нашла, поверь мне. Котя, что ты хотела провести, да? Папа, птица была в бельде мой. Никита, я тут тебе заказала в Ченросплессе много штанов теплых. В школу. Потому что ты вырос из тех. А в школу ходить теперь не будешь в карантин. Теперь до следующего года тебе эти штаны. Ну, или во дворе гулять. Мне за то, что я заказываю у них постоянно, они дают как эти, rewards. Типа, как кэшбэк. И я, получается, что использовала все это и купила там чуть по 2 доллара. По доллару эти штаны все. А так они обычно стоят долларов 30. Старалась, искала, чтобы были хлопковые. Такие теплые, толстенькие. Ой, какие красивые, с лампасиками. Вот такие теплые. У меня компасик. А, 19,95 стоили штаны в магазине. Да, это спортивные. Да, спортивные. Только на твою попу. Слишком, ну, это, широкая попа. У этих штанов. Это на другой год. Тебе, если даже трое пижам одеть, все равно штаны будут соскорее. Никита, а ты же такой дрыщ. Раз. Два. Три. И четвертые. Кстати, я за все, за это, мне кажется, даже 8 долларов не отдала это вместе с таксой. Они тебе сильно великие. Никите сейчас размер 5-6 мал. А вот эти 7-8. Они сильно великие. Теперь только осенью следующая. Друзья, посмотрите на наше 14 марта. Я впервые вижу такое 14 марта. Смотри, как я придумала. Не отбей себе ничего. Давай, я смотрю, смотрю. Давай. Видишь, мал? Да, это очень круто ты придумала. Здесь снег выложили сверху в горку. Теперь сейчас порожки будут очень скользкие. Когда обратно будете идти, накатанные эти ступеньки, будьте аккуратны. Подскользнете, все падете. Никита, зачем ты во дворе снег чистишь-то? Он скоро растает. Для горки. А, для горки. Это Никита будет возить его вот из этого. Из синего на санках будет перевозить горку строить. Это я так поняла. Вот я тоже в лопатке. Лопатяги, а? Котик, главное, с ними. Так ее на улицу не вытащишь. Сейчас ее не выгонишь. Она прям нос высунет и бегом обратно. А если дети на улице, она обязательно будет с ними. Он сидит под качелями, лижется. Так, ну что, у нас в понедельник дети пойдут последний раз. В этом году, наверное, в учебном школу, я так думаю, им дадут всякие задания. То есть они как-то будут дома учиться. Им онлайн дадут задания. Программы всякие компьютерные покажут, где можно заниматься. Бумажные видеозадания дадут. Ну, в общем-то, в понедельник дети сходят, им выдадут все задания. Никите уже выдали, поэтому не пойдет. И все. И у нас будет долгий-долгий карантин. Когда закончится, никто не знает. Сказали, что как минимум до 24 апреля написано. То есть это не точная дата. Это предположительно. Но там, естественно, я не думаю, что будет лучшая ситуация. Так, у нас суббота, и мы занимаемся уборкой. Я вот здесь налила такой хороший дезинфицирующий раствор. Легко. Не так делается. Вот. Коля сейчас возьмет швагу, пойдет мне их в ванную мыть. Мама тут что помыли? Нет, я здесь еще ничего не мыла. Сейчас буду. Сейчас я вам покажу маски, которые я купила в строительном магазине. Короче, у нас все медицинские маски, все раскупаны. Я не знаю, помогают ли вообще маски. Лучше в масках, чем без масок, я считаю. В общем-то, нашла в строительном магазине вот такие вот респираторы. Вот эта коробочка стоит 24 доллара. Это уже с таксой, с налогом. Здесь 20 масок вот таких, респираторы. Специально искала маски, у которых вот такой вот уровень фильтрации N95. То есть это говорит о том, что много чего отфильтровывает. Они такие толстенькие. Здесь вот это вот для носа, она плотно прилагает к носу. Губка такая. Резиночки. Я уже одну одевала. Сначала тяжело дышать, потом привыкаешь нормально. Вот. Я думаю, что их можно несколько раз использовать. Спиртом протирать будем. Думаю, что хватит. Еще я онлайн заказала маски тряпочные. Так, друзья, я приехала в магазин Розаурс. Мы здесь покупаем рассыпные гречневую кашу, гречку, горох. В общем-то, у меня так все закончилось. Плюс запасусь побольше. Я в маске. Если что, гречку. Плохо будет слышно мое. Я просто в маске. Плюс в перчатках. Так, но в этих магазинах должно быть поменьше народов. Странно, санитазио нет, не вижу. Обработать руки. Магазин путь стой почти. Поэтому не так страшно. Мне здесь нужно купить сыпучие. Плюс я хотела просто там его купить. Вот здесь мы всегда покупаем сыпучие продукты. Именно в этом магазине здесь полно органического всего. И цены хорошие. Вот такой горох мы берем. Я желтый беру и зеленый. Вместе смешиваю и варю суп. Очень вкусный. Он органический. Стоит не очень дорого. Доллар 69 за паунд. Это дешевле, чем в русском магазине горох. А такой же на вкус вообще. Отличный горох. Так как я снимаю, мне будет очень сложно насыпать и снимать. Сейчас я насыплю в мешок. Вот этот специальный. Таким. Как его назвать? Совком. И потом напишу номер. Вот этот. На завязочке. Завяжу им пакет. На зеленом горохе не увидела органическое, что было написано. Раньше здесь стоял тоже органический. Сейчас кот другой. Видимо. Поэтому я у насыпать не буду. Желтым обойдемся. Вот здесь я покупаю пшено для тех, кто в Америке живет. Вот это. Обычное пшено. Такое же, как русское. Только оно органическое. Доллар 59 всего лишь за паунд. В русском магазине дороже русское пшено. А здесь органическое. И вот из таких штучек мы насыпаем вот эта вот гречка двух видов. Это за паунд сена. Это обжаренная гречка, а это просто сырая. Я покупаю такую, потому что такой у меня дома много. И дети ее как-то не очень едят. А из вот этой варю суп. Так, я насыпала вот столько гречки. Вот это именно для супа. А это для горохового супа горох. Это надолго нам хватит. А обычную гречку в русском магазине я покупаю, просто варю как кашу. А это именно для супа. У нее такой сильно обжаренный вкус, и она сильно разваривается. Вот эта вот гречка. Смотрите, почему семечки. Чем они отличаются, я не знаю. А, вот эти не жареные, а эти жареные, видимо. Не, они разные сорты, наверное. Короче, органические, 7,59 и 4,49 за паунд. Это очень дорого. Так, друзья. Что меня удивляет, что эти отделы пустуют и всего есть. Смотрите, то есть макароны, непонятно что разбирают, а хорошие крупы, то есть там рис цельнозерновой, хорошая продукция, вообще не разбирается, все есть. Теперь я пришла посмотреть, поискать парацетамол. Потому что у нас дома есть только детский парацетамол. Я что-то как выпустила из виду это. Вот, кстати, ибупрофен. Французские медики заявили, что ибупрофен на коронавирус действует даже хуже. Ухудшает состояние, советуют его не принимать. Вот, а парацетамол у нас... Ибупрофен у нас, короче, дома много и так, а мне нужно именно парацетамол. Вот, талинол, да? Асетагнофен. У меня есть парацетамол. Вот смотрите, магазинный, вот обычный бренд магазина парацетамол 24 таблетки стоит 279. А талинол то же самое, 549, из-за того, что это бренд талинол. Разно и такое, и такое. Даже интересно сравнить, в чем у них разница. Специально пошла пройтись по магазину, посмотреть, все ли здесь разобрано. В Ковск опять народу все метут. Вот, а здесь, посмотрите, ну что-то нету, чего-то, но в основном еще практически все есть. Так, чего здесь нету? А, клорокс, это этот, обеливатели, блич с хлоркой. То, что, видимо, для дезинфекции. Но у нас дома есть пока. Да, все клорокс. Я зашла сюда, хотела посмотреть, здесь бумажные полотенца в Ковске не было, не купили, посмотрите, пустые полки. Я попросила, работника магазина спросила, есть ли у них, может быть, где-то еще. А он говорит, что не было и нет. Даже у них на складе нет. А в Волмарте, в Волмарте, в 7 часов выкладывают полотенца и за пару часов их сметают. Это вот бумажные полотенца и туалетная бумага ряды. Ну и здесь тоже чего-то нету. Так, друзья, смотрите, за гречку, вот за этот мешочек, который я насыпала, я заплатила 28 долларов. 28 долларов 42 цента. А за горох я заплатила почти 14 долларов. Ну и мы еще заехали в магазин Винка. Здесь посмотрим то, что нам нужно. Может, бумажные полотенца. Даже не надейся. Даже не надейся. Сгущенку нам надо купить. Тоже нет этих салфеток. Салфетки есть, салфетки. Слушай, тележку будем брать? Тележку. Ну хоть Винка салфетки есть, но здесь и народу побольше, как-то пооживленнее. Потому что сахаре сейчас было, там вообще никого. Пустые полочки. Пустые, но это еще не так пустые. Картилы разбирают. Нормально, пустого, садра. Ну кое-что пусто, да, уже. Салфетки валюются. Наверное, Экхант в этом году отменяется, да? Сто процентов, это однозначно. Опять пустые полки. Это где соусы, макароны, вот этот разбирает. Давай возьмем лапшу эту. Она не влезет, да? Надо взять ее. Мы пришли посмотреть семечки. Папа был уверен, что здесь семечки неочищенные есть пожарить. А здесь только очищенные, они уже невкусные. Я понимаю, что все закупаются там впрок, чтобы все было. Ну а мы вот семечки хотим. Не нашел? Вот я и тоже говорила, что... Есть только вот такие, чищенные. Будем чищенные брать? Давай возьмем, если сильно семечек захочется. По своему времени у нас какая-то это... Хочется. Возьмем чуть-чуть хоть? Да они дешевые. Я пойду нечищенные хочу посмотреть. Да навряд ли. Слушай, народу много. Я папу не убедила одеть перчатки и маску. Все ходят без масок. Никто маски не носит совсем. И папа не хочет среди них выделяться. А теперь посмотрите на сыпучие макаронные изделия. Почему-то именно макароны разбирают. Пусто. Посмотрите, все разобрали. Посмотрите, здесь эти... Как их, крупы. Все разобрали. Я была в Сэфе, там все есть. Здесь все разобрали. А, такие есть. Ну давай их возьмем. Они жареные уже. Это пастеризованные. Это соленые. Соленые не надо. С лишним соль подобрать. Вот такие давай хоть наберем. Таких, да может даже таких чуть-чуть. Хочется семечек, если. Так, смотрите. Тыквенные семечки. 3,78 за паунд. А это в шкурке тыквенные семечки. Сухофрукты. Аврикосы. Как их курага. Знаете, что такое? Сухие персики сушеные. Наверное, вкусные. 5,73 за паунд. Это фиги. Вот тут открыто оставил. Зачем, а? Я не хочу грязными руками лезть, закрывать. Хотя здесь все грязными руками. Изюм разобрали. Нам еще изюм. А это блубери с черниками сушеные. Хватит, наверное. Ты уже жареные насыпал, да? Да, в рот. Паплянь, народ кишит. Полки пустые. Кошмар. Как перед войной. Смотри, вот это вообще все смели. Это макароны где. Давай я возьму. Одну. А теперь посмотрите вот на все эти полки, которые были заставлены бумажными полотенцами и салфетками. И туалетной бумагой. Представляете? Все смели. И я вам сейчас объясню, почему все сметают. Дело в том, что у нас штат называют американской уханью. У нас количество зараженных такое, что даже на официальном сайте Министерства здравоохранения написано, что в нашем штате нет точных цифр за зараженных. Потому что не тестируют, нет тестов, не было их, мало. Поэтому тех, которые уже в реанимации, тех, ну или которые это, уже пришлось обследовать, потому что контактировали с зараженными, только тех больше 700. На тот момент, когда я смотрела. Вот эти ряды. Здесь все для стирки и для дезинфекции. Смотрите, пустые. Тайд, персил. Все для стирки, пусто. Дезинфекции. Эти-то салфетки для дезинфекции и хэндсанитайзер. Санитайзер для рук. Нет. Полки с жидкостью для дезинфекции. Пустые. Все разобрали. Это манная крупа. Манка. Есть еще. Это овсяные хлопья. Овсянка тоже есть еще. Но все по чуть-чуть осталось. Вот смотрите, полки с консервами. Смотрите, здесь еще что-то есть. А вот это все разобрано. Где продаются макароны, рис и всякие чипсы. Все сухое. Сухая продукция. Такая вот новость. У нас сегодня утром с утра в нашем штате, по всему штату, были закрыты все кафе и рестораны. Соусы, консервы, полки. Ну, короче, все понятно. Все везде разобрали. Все, что больше всего хранится. И проще, чем накормить семью. Вова уже, видимо, заплатила. Я иду на выход. Ребята, обратите внимание, что ни один американец не в маске, не в перчатках, только на кассе работники. И то не все. Сейчас продолжим мысль. У нас сегодня с утра, с сегодняшнего дня, на 4 недели, по-моему, были закрыты в штате все рестораны, все кафе. Карантин в школах. Вообще, карантин должен быть пожестче, с учетом количества зараженных у нас в штате. Папочка, как думаешь, когда магазины закроют? Продуктовые никогда. Ну, они, видимо, кто-то должен будет работать там, сейчас, когда карантин более глубокий начнется. Потому что бизнеса потихоньку закрывают. Ну, бизнеса, понятно. А все, что касается продуктов, до тех пор, пока будут продукты на складах, они будут продаваться. Ты думаешь, не будет такого, как сейчас в Италии, очереди по километру за продуктами? Ну, я надеюсь, что нет. Все-таки в Америке как-то более серьезнее к этому, наверное, относятся. Да, ну, я что-то не вижу по-моему. Потому что все-таки такого потребления, как в Америке, больше нигде нет. Мы сейчас хотим снять кафешки какие-нибудь. Есть машины? Вот какая-то кафешка. Вот это, видимо, работники какие-нибудь. Там уже машины стоят. Указ губернатора. Я слышал, что в кафешках убрали столы. Можно только заказать, прийти, забрать. А, ну да, я тоже слышала, что пикап можно только. Это, видимо, работники, да? Ну, или кто-то подъедет, если взять. И можно доставку в кафе, в ресторанах. У Ирки, у нее вообще кухню закрыли. В крутом отеле, Девинпорте. Кухню закрыли. А где же поесть там? Где хочешь? А если рестораны закрыты, где есть? Я не знаю. Нефиг, нефиг, куда это ездить. Нефиг, сидите дома. Кстати, Ирка сказала, что... Ребята, я в маске, не снимаю ее, не хочу трогать грязными руками. Ирка сказала, Вовина племянница, она работает на кухне, кондитером в хорошем ресторане, в классном, в самом хорошем нашем городе. Закрытый. Закрытый, да? И, короче, Ира сказала, что им всем предложили уйти или на больничный, или в отпуск. Еще один ресторан закрытый. Все закрытый. Ну, а какой смысл? Пикап даже тоже, наверное, никто не будет приезжать. Три ресторанчика рядом, два закрыты, один открытый. Я думаю, что их невыгодно сейчас открытыми держать, потому что мало очень будет приезжать, если пикап только забрать. Доставка, скорее всего, не окупаются они. Короче, Ира сказала, что им предложили уйти в отпуск или взять больничный. А она своей больничной отгуляла, определенное количество часов можно только в год взять. А в отпуск она не имеет идти права, потому что она на парт-тайм, что это такое. Короче, она будет... У нее частичная загруженность. Загруженность, да. На unemployment, то есть как это, на биржу труда подавать, там копейки будет платить. Короче, она будет сидеть без зарплаты все это время. Строительный магазин, ну, типа вот этого. Я был в Home Depot. Сейчас. Очень-очень много людей стоят и в отделе, где химикаты. А, сейчас их везде разберу. Там же профессиональные химикаты продаются для профессиональных чисток. Ну, что ты вот дядька меня обгонял, чтобы... Кстати, я не посмотрел маски. Нет, я не смотрел. Потому что Ирка сказала, что они уже не нашли маску. Маски больше нету. Мы успели купить, а они нет. В субботу они искали. Ну, вот надо было им, может быть, в Ловсе. Или они вообще нигде не нашли уже? Я им сказала, что там-там, но они говорят, что везде были. Так, друзья, мы приехали в долларовый магазин. Сейчас будем дома сидеть. Я пойду пазл наберу, пазлы детям собирать. Потому что я не знаю, чем мы будем заниматься. Надо будет как-то отвлекать детей от гаджетов. Поэтому пойду сейчас кинтию беру по доллару. Знаешь, что такое? Какой-то пазл. Вот типа кубика Рубика, да? Да, кубик Рубика. То он какой-то бумажный. У нас дано есть кубик Рубика. А вот маленькая дженга, ничего себе. Почек, смотри, маленькая дженга. Согранял? Может, взять им? Да, возьми. Вдруг понравится. Большую не хотят играть, а маленькая может понравиться. Same image on both sides. Серьезно? Одинаковая картинка на обоих сторонах. Это будет запутанно. А есть такие, чтобы не были? Так, а здесь какая картинка, не поймешь. Здесь тоже такое же. Просто непонятно, какая здесь картинка. Вот такая. А, окей, похоже, мы не мы одни пришли пазл набирать. Америка. Ну там москвы какие-то нарисованные. Да, вот это 300 тоже, да, это нормально. 300 как раз, это повзрослее уже детям. А Никите вот что-нибудь такое нужно, 48. С Лизем могут они вдвоем собирать, парочку надо взять. Это вообще 500, но представляешь, какие-нибудь малюсенькие. Да. Возьми одну мне 500, может я когда-нибудь... Хотя я не думаю, что у меня прям много времени, но зато красивая. Вот есть еще 500. Нет, это не такая красота, красивая. Красивая. Вот с едой какая красивая. Вот это вот 100. Вот эти Лиза с Никитей будет легко, надо собрать. Возьми одну с едой. С едой? У него много разных цветов, легко будет собрать. Пошли. Хорошо, все, пошли. Так, папа пошел очередь занимать, потому что там очередь тоже. А я гляну, может еще что-нибудь детям найду. Вот это, кстати, игры классные. Парочку возьму. Потому что драться будут наверняка за них. Так, а это что такое, головоломка? Я уже Коле купила одну головоломку, он так ее не собрал, брейн-тизер. Лего у нас полно дома. Лего у нас очень много дома. Маленький бильярд. У нас дома большой бильярд есть. Это все нам не подходит. А это формочки и плейда. Это у нас тоже дома есть. Вот это вот я беру. Лизия, Никитя, старшая, я не думаю, что захотят в это играть. А захотят поделиться. Так, все, мы теперь едем домой. Смотрите, что я вам купила. Не надо зубами лего отрывать. В долларом игрушке. А вот миниатюрная дженго. Мини дженго. Лизия, я тебе фиолет вообще взяла? Что? Не важно. А как это сделать? Я не знаю, надо шарики загонять в цели. Вот в эти, вот это 500 баллов, если сюда попадет шарик. Это 500, это 400, это 300. Самые ближние, это самые легкие. У нас сегодня дети не пошли в школу. Сегодня был такой день, называется транзишн день. День, когда учителя должны были дать задания на все это время. Но мы решили, что не будем их отпускать. Я лучше потом имейлы напишу учителям. Они нам в электронном виде все пришлют. О, гля, сразу одним ударом. Ну-ка. А что-то оно какое-то странное. Да, дженго. А, не, нормально, обычно. Я думала, что оно плоское. Склеились просто кубики. Мама. Миниатюрные, да? Будете играть? Да. Миниатюрные дженго. Оно пластик или деревяшки? Деревяшки. Деревяшки только какие-то совсем легкие. А это пластик. Это деревяшки и это пластик. Да нет, оба деревяшки. Так, пазлос попозже отдам. А, ты сам сделал, да? Это Иза. Скажите, вы сильно горюете, что школы больше не будет? Они меня не слышат. Значит, не сильно. Ребят, смотрите, какая очередь в Костка. Вход. То есть она вот оттуда начинается. Петля идет. И вот там будет вход. Вы представляете, что происходит? Костка уже давно открылась. То есть получается, что сейчас еще больше ажиотаж здесь. Мы приехали там кое-что купить еще. Посмотрите, что происходит. Очередь. Ужас. Это все очередь. Посмотрите, никого нет в масках и никого нет в перчатках. Тут уже выходят с тележками, а мы приехали к открытиям. Я взяла бумажные полотенца. Смотрите, на входе стоят. Нам прямо на входе сразу сказали, что подальше пройдет чуть-чуть, и будут бумажные полотенца. Я не знаю, какой лимит. Я взяла два. Если выложат одну, ничего страшного. Хотела еще взять воду, но воды нет уже. Все. Той, которую я хотела. Ключевой. Смотрите, на это написано. Одну коробку яиц на семью. Подошли и сказали, одну только штуку можно взять. Смотрите, на входе сразу написано, чего нет в наличии. Чтобы люди сразу не заходили, если им это нужно. Вот это все, что закончилось у них. И то, что лимит. Я опять заглянула на сайт Министерства здравоохранения именно по нашему штату, Вашингтон. И удивилась, увидев, что произошли изменения. На этот момент здесь написано. 16 марта, 13.45 дня. 904 человека зараженных и 48 умерших. Буквально утром было 42 умерших и 760, по-моему, зараженных. То есть прибавилось в районе 150 зараженных и 6 умерло за сутки. Раньше прибавлялось по одному, и это пугало. Сейчас уже обороты набирает смертность. И покажу сейчас очень интересную такую информацию. Я буду читать, сразу переводить на русский. Уточнение о числе зараженных. Общественные эксперты по здоровью соглашаются, что настоящее число людей, которые инфицированы коронавирусом в штате Вашингтон, значительно превышает число зараженных, которое было подтверждено лабораторией. То есть где там выше то, что было. Потому что большинство людей испытывают симптомы, не страшные симптомы, несерьезные симптомы. И возможность протестироваться по-прежнему не везде есть. То есть очень мало тестов. И еще вам хочу показать, что наконец-то у нас в Сиэтле такая корпорация медицинская, Казер Перманент называется, они создали вакцину от коронавируса и будут ее тестировать. Тестирование этой вакцины будет проводить на 45 людях в возрасте от 18 до 55 лет. Эти люди должны быть абсолютно здоровы и не заражены коронавирусом. Вакцина не будет содержать самого коронавируса, какие-то там новые технологии. Эту вакцину сейчас введут, а потом через месяц еще вторую порцию введут. А потом в течение 18 месяцев будут наблюдать, смотреть, что будет. А если все хорошо пройдет, если вакцина работает, то только через полтора года запустят производство этой вакцины. Продолжение следует...